В Московской области стартовала акция «День в лесу, сохраним лес вместе». Городской округ Люберцы постоянно принимает участие в экологическом проекте, и этот год не стал исключением. О том, как прошла посадка деревьев и кустарников в Наташинском парке, узнали мои коллеги. В этом году в городском округе запланировано высадить больше 400 саженцев деревьев и тысячу кустарников. Одной из самых массовых точек проведения стал Наташинский парк, в котором проводят реконструкцию. Сейчас здесь не хватает зеленых насаждений, но с помощью таких экологических проектов это поправимо. Мы высаживаем деревья, мы делаем наш округ красивее, зеленее, прекраснее и чище. И мы очень рады, что каждым годом все больше и больше жителей подхватывают эту инициативу и принимают участие. Наташинский парк для нас особый объект, поэтому по согласованию с жителями все посадки предварительно мы проговаривали с инициативными нашими жителями и с населением. По традиции активное участие в посадке деревьев принимают взрослые и дети. Лилия Кулачинская работает учителем. В экологических акциях участвует регулярно и прививает воспитанникам любовь к природе. Сейчас находится в отпуске и в этот раз на акцию пришла не с классом, а со своей семьей. Мы пришли на праздник всей семьей, так как считаем, что важно поддерживать такие экологические инициативы, делать наш парк лучше, потому что мы живем здесь рядом со своими детьми. Свою лепту возеленения внесли и участники СВО. На экологическую акцию они пришли вместе со своими семьями. Такой сплоченной командой посадили кусты и сирени. У нас муж и папа участника СВО находятся еще там. И вот посадили в честь его частичку дерева, чтобы росло, как наши детки растут, потому что это символ хороший. Будем ходить гулять, потому что мы рядом живем. И любоваться своим собственным деревом. Приятным бонусом для участников стало выступление люберецких артистов и угощение горячим чаем с выпечкой. Всего за несколько часов в Наташинском парке высадили 100 лип, 30 кустов сирени и декоративных кустарников. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Люберецкое телевидение.